Добрый день, уважаемые коллеги и гости. Сегодня приедет брифинг. Тема у нас с 1 ноября в Республике Калмыки вводится Крюркада. Гости сегодняшнего брифинга. Китенов Юрий Викторович, Троевский Дмитрий Александрович, Этирик Алексей Петрович, Дживаков Евгений Олегович. Евгений Олегович, вам слово. Здравствуйте, дорогие зенитки. И, как всем известно, указан главы Республики Калмыки с завтрашнего дня, с 1 декабря, в Республике начинает действовать система так называемых Кьюркодов при посещении общественных мест на территории Республики Калмыки. Какие это места следует отметить? Это проведение церемонии государственной администрации заключения брака, деятельность библиотеки, архивов, музеев и прочих объектов культуры. Розничная торговля непродовольственными товарами в объектах с общей площадью свыше 100 квадратных метров за исключением аптек и автозаправочных танков. Деятельность организации и банковых предпринимателей по предоставлению продуктов питания и напитков. Деятельность творческая в области искусства и организации развлечений. Деятельность в области спорта, отдыха и физкультурно-здоровительной деятельности. Деятельность по организации конференций и выставок. По предоставлению услуг парикматерскими и салонами красоты. И деятельность по предоставлению мест для временного образования граждан. Что следует отметить, в Калмыкии на сегодняшний день у нас привито более 100 тысяч населения республики. Это один из самых высоких показателей в целом по Российской Федерации. Калмыкия регион, который один из последних на сегодняшний день вводит данную систему по Кюрхадам. Мы все сталкиваемся, когда мы едем в другой регион Российской Федерации, что данная система уже работает в полном объеме. Она признана всем мировым сообществом. И на сегодняшний день является наиболее понятной и действенной мерой по профилактике данной заболеваемости. Вопросы? Следующие перейдем дальше. Ну, разрешите, пожалуйста, продолжим. Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, завтра у нас такой знаковый день, когда будутся QR-коды. То есть, три коды о том, что человек прошел первая вакцинацию. Второе, он перенес заболевание. Третье, у него имеются медицинские противопоказания к тому, чтобы не прививаться. На сегодняшний день, как уже было отмечено, привито более 120 тысяч взрослого населения Республики Калмыкия. И мы считаем, что настал тот момент в Республике, когда мы должны для тех людей, которые прошли вакцинацию, либо перенесли заболевание, либо медицинские отводы, по сути, будут сняты все ограничения. Я бы не рассматривал данную процедуру от набока, в том плане, что это ограничительная процедура. На мой взгляд, учитывая то, что у нас большинство взрослого населения привито, данная мера – это скорее разрешительная мера, а не ограничительная мера. То, что лица, которые привились, они могут посещать свободно все учреждения, которые имеются. Поэтому на сегодняшний день считаю это крайне необходимым. Если мы говорим о других регионах, то во многих регионах России это уже введено. Во многих странах мира, вот сегодня прошла информация, что Австрия за отсутствие вакцинации, после второго предупреждения гражданина о том, что он должен пройти вакцинацию, вводит штраф с 1 февраля 2022 года, штраф в размере 7200 евро. То есть, я думаю, что эта цифра взялась не эмпирически, просто так, с потолка. Мы все прекрасно понимаем, что стационарное лечение тяжелой формы коронавирусной инфекции обходится примерно в полмиллиона рублей для бюджета страны. В соответствии, если человеку предоставлена возможность привиться и избежать тяжелой формы заболеваний, Австрия прошла на такую меру, как введение довольно серьезного штрафа, то есть компенсировать свои расходы. Человеку дали возможность избежать этого, он не воспользовался этой возможностью. Пусть в этом штрафе. Я не призываю, конечно, к введению таких огромных штрафов у нас в стране, но тем не менее нужно понимать, что на сегодняшний день существует по большому счету две возможности, не исключающие друг друга, а дополняющие друг друга для того, чтобы победить пандемию гриппа. Вирус очень изменчив, меняется он очень быстро, но базовая его структура остается все время одинаковой. Меняются там белки в шипах, меняются там белки в ополочке вируса, но базовая структура, она остается единой. И он принадлежен к определенному всем месту. Поэтому существует два основных варианта для того, чтобы избежать массивного распространения коронавирусной инфекции. А. Это ограничительные мероприятия, так называемые, то есть социальная дистанция, ношение маски. Это ограничение количества людей в закрытых помещениях. И. Б. Это вакцинация. То есть два этих метода помогут остановить пандемию коронавирусной инфекции. И мы должны это четко понимать. Повторю, что на сегодняшний день большинство взрослого населения Республики Калмыкия привито, либо перенесло заболевание. Индекс, скажем так, иммунитета группового в Республике Калмыкия уже вставляет почти 115%. То есть на данном этапе в Республике у нас групповой иммунитет практически сформирован. И лица, которые перенесли заболевание, либо привились, я повторюсь, должны иметь максимальную возможность доступа ко всем социальным, культурным, торговым и прочим учреждениям. Поэтому убедение QR-кодов, на мой взгляд, не ограничительное мероприятие, а скорее нам будет разрешительное. Сынчоком количества приведет. Спасибо. Документ, справка, видимо, иммунологическая, иммунитета и терапевта, и любящая врача. Нет, человек на выбор может предоставить один из документов. Первое. Это QR-код. То есть если он получил прививку, прошел 21 день, получил вторую дозу, или после лайта прошел 21 день, на портале госуслуг формируется QR-код, который человек, соответственно, потом предъявляет. Второй момент. Справка о метод вводе. Она выдается врачебной комиссии лечебного учреждения, к которому человек прикреплен. Тут не обязательно иметь к этому. Третье. Это ПЦР. Справка об отсутствии вируса в организме человека. Она действует в течение двух суток на сегодняшний день. И, соответственно, если человек пролежал в больнице или на амбулаторном режиме в лечебном учреждении находился, он может предоставить выписку о том, что он в течение шести месяцев перенес заболевание коронавирусом. Любой из этих документов будет разрешительным для прохода в любое учреждение. То есть не обязательно их дублировать. Это ни к чему. По поводу ПЦР-тестов. Будут ли у нас их делать бесплатно? И если будут, то где именно? В каких пунктах? ПЦР-тесты делаются бесплатно по медицинским показаниям всем гражданам, у которых есть подозрения на коронавирусную течь. Если человек желает сдать исследование на ПЦР, то это будет платно, если это по его желанию, без медицинских показаний. По медицинским показаниям данное исследование выполняется всем гражданам и взрослым и детям абсолютно бесплатно. Если человек имеет на береге в течение месяца почти 4 спектакля и концертных мероприятия, соответственно, они сравнятся в неделю. А он что, всякий раз должен делать ПЦР-тест в стоимости от 700 рублей? Нет, ему можно сделать прививку и целый год ходить. А я имею ввиду того, кто не имеет возможность взять прививку по амире причинам? Если у него медотвод, он просто показывает справку о медотводе. А если он по идеологическим соображениям? По идеологическим соображениям ему нечего делать в театре и вызывать опасность заражения других лиц. А если он, допустим, антитела предъявит, он был, скажем, неперенесён? А антитела не являются доказательством его безопасности для окружающих. Либо, вот я перечислил, ПЦР-тест двухсуточной давности, сам QR-код, справка о противопоказании вакцинации, либо выписка из медицинского учреждения. Четыре документа, которые будут приниматься во всех организациях. По идеологическим соображениям человек имеет право, по идеологическим соображениям, возможно, не прививаться, если он убеждённый, я не знаю, там, последователь какой-то секты с такими тоже встречались. Но это для себя. А вот для окружающих он тоже должен предусмотреть безопасность. Почему люди, которые беспокоятся о безопасности себя окружающих, должны подберегать себя, если кто-то контрактировать с ним? Денисович, ответите, пожалуйста, на ситуацию с нашим третьим сектором, вообще, в том, как они же, по готовности работать с переходами, завалительный мониторинг, силе в наличии механизмов для этого, вето, инсталленты, электроны. Что, в общем, наши предприниматели, как они, чем дышат, что говорят? Я скажу так, что по тем объектам, о которых мы сейчас можем говорить, это объекты общественного питания и магазины в общей площадке свыше 100 квадратных метров на 70% готовы к убедению данных условий. А заводственные магазины это не касается, да? Это касается и продовольственных магазинов, и где-то смешанных товаров. Квадратура свыше 100 квадратных метров, соответственно, должны обеспечить предъявление и пропуск в магазин посредством... То есть, в общем, большой супермаркет должны предъявлять там, там, в общем, металла. Абсолютно. Ну, приведем к примеру, большинство супермаркетов. То есть, в него, в телефоне, в него, в него... И там на входе должны быть... То есть, по-моему, все должен быть сотрудник, у него должен быть мобильный телефон. И, судя по всему, не один сотрудник. И, судя по всему, не один сотрудник. Соответственно, там и есть минимальные требования определенные, они, на самом деле, незначительные для того, чтобы был подключен интернет, и, возможно, было, условно, провалиться на сайт Госудии и уйти в город на замок паркет. И еще плюс паспорт. Копия на сайте сейчас? Копия на сайте сейчас? Саппорт, бантикетского удостоверения. Вы знаете, сейчас мы должны сказать, что, по-хорошему, никто, в хроносекрудниках полиции, требовать паспорт документов удостоверяющей личности не может. С учетом тех нововведений, которые планируются при изменении на федеральном уровне, или принесении изменения в нормативную прогладку. Наверняка, это требование возникнет. Но сейчас, к сожалению, эта бдительность гражданина, у него могут спросить, он может ответить, добрый дайд на вот пожалованный паспорт, либо сказать, что я не обязан вам предъявлять. Его пустят. Его пустят. Он предъявил один из четырех документов, которые, соответственно, указом главы, он должен предъявить для того, чтобы попасть на пули. Но, скажем так, в торгу, будет то торговая площадь, непродовольственные товары, музеи, театры, библиотеки. Дима, можно, пожалуйста, подплатить на долг заготовок к удаточному вакете в вакете? И чтобы быть маленьким, мы говорим, что он не делясь, поломанутся в ладенце дома, создавать, возможно, полученную алиокарность, скотворение, в подготовке, они не будут, у них ничего страшного. Почему так вы будете с ними работать? Давайте я прокомментирую. Я прокомментирую. Дело в том, что деятельность рабочих, созданных рабочих групп, которые осуществляют проверки по тем требованиям, которые были ранее изложены, она продолжится. То есть те требования, которые были для соблюдения дистанции, они сохраняются. Поэтому за их соблюдением мы имеем возможность право включить то, в котором это и происходило. То есть здесь мы ничего, мы не отменяем эти требования. Просто мы понимаем, что то, что указано сейчас в указе главы, касается торговых пощадей очень свыше цитата. Вы полагаете, что будет ажиотаж и все равно не суда? А фьюар-коды должны быть в наличии у продавцов? В таких маленьких магазинах? То есть а кто это может проверить? Есть ли у них или нет? Только полиция? Наличие для работы. Дело в том, что Юрий Николаевич поддержит. Была проведена компания, чтобы все супругники судебов малого и среднего предпринимательства обеспечили вакцинацию, если не ошибаюсь, не менее 80% супругников. Эти данные все проходили через Минздрав, вот, о чем, соответственно, мы можем подказать. Досвидетельствую. Пошли. На сегодняшний день в Республике Калмыкия привито практически 73% от планов. В среднем по России сейчас 52% привито взрослого населения. То есть Республика Калмыкия очень хорошо привилась. Нам надо еще 7%. На сегодняшний день. Нет, нам нужно не 7, нам нужно еще 27%. 27%. А еще лучше, даже больше. Если была бы такая возможность. Поэтому, может быть, именно поэтому. Вы заметите, что вот за последний месяц, когда страна переживала гигантский пик волны коронавируса, Республика все-таки прошла его спокойно. Мы и сейчас на цифрах менее 30 заболевших в сутки находимся. Пока нагрузка на систему здравоохранения скажем так управляема. И врачи, несмотря на то, что они 2 года сидят в этих красных зонах, получили возможность хоть какого-то глотка свежего воздуха и передышки. Если мы не будем прививаться, вы что же думаете, это коронавирус просто так обходил Республику стороной? Нет, именно благодаря тому, что была активная прививочная кампания, основной процент людей не заболел, а те, кто заболели, все-таки избежали госпитализации. Вакцина, несмотря на все слухи, сведения, вакцина работает. И она будет продолжать работать. И единственный путь нашего региона, который я вижу, ведь на сегодняшний день нет ни одного препарата действенного, который бы убивал вирус в организме человека. Нет ни одного лекарственного препарата. Артемра, артлегия, коцелезубат, антикогулянты, это все хорошо, это все то, чем мы боремся, но это не специфическое лечение. Это лечение симптоматическое, то есть когда мы просто будем с проявлением болезни, а не убиваем агента. Вирусный агент внутри организма побеждается иммунной системой. У всех она справляется по-разному. Даже два одинаково, абсолютно, вроде бы физически здорового человека по-разному переносят коронавирус. Это зависит от состояния иммунной системы, это зависит от первичной дозы поступившего вируса, это зависит от сотен и сотен причин. Поэтому на сегодняшний день, уважаемые земляки, вакцинация и меры личной предосторожности это то, к чему мы должны стремиться. Изведение QR-кодов это создание так называемых безопасных зон, где будут собираться люди, которые не представляют угрозы друг для друга. Честно скажу, была бы моя воля, я бы настаивал на том, чтобы там и магазины до ста квадратных метров. Если уж не QR-код добавить, понимаешь, что там продавец не может дверить от дверей прилавку, поскольку он там один работает. Но хотя бы нести запрет о том, сколько человек там может находиться в торговом зале. Увы, такой нынче мир, когда без этих жестких мер говорить о том, что мы чего-то добьемся, и у нас есть будущее невозможное. все вы средства массовой информации здесь находитесь. Вы прекрасно видите, что такое Африка, а микрон поражает молодых. Вариант того же самого коронавируса. Тот же сам модифицировался. вы что думаете, он будет сидеть запертый в Африке или в Европе при таком уровне миграционных потоков перемещения людей, самолетов, поездов, кораблей и всего остального. Это просто дело времени, когда он придет. и мы должны быть готовы и должны быть защищены. Вакцины, достатки в избытке. Надо просто проявить гражданскую ответственность. Не фейковую какую-то информацию черпать, а просто проявлять гражданскую ответственность и понимать, что от тебя зависит не только твое здоровье, но и всех тех людей, с которыми ты пересекаешься из-за дня в день, включая случайных людей на улицах, в подъездах, в такси, в маршрутках, где угодно. Спросите. Сокроводка это всего лишь инструмент, инструмент быстрого распознавания информации о иммунизации человека. Соответственно, когда мы говорим про Кваркод, то мы говорим про то, что он прошел либо вакцинацию, либо у него есть специальный тест, который действует 48 часов, либо он переболел. То есть у него есть связи и иммунизации, они все доступны для продолжения госуслуги и госуслуги стоп-коронавирус. Соответственно, также есть тем, у кого нет возможности распечатать, иметь смартфон с продолжением госуслуги, есть возможность в МПЦ распечатать сертификат о вакцинации. Соответственно, это просто всего лишь инструмент для быстрого распознавания, что у человека есть иммунитет, что он безопасен на находении в том или ином заведении. Соответственно, мы говорим о коллективном иммунитете, о том, что безопасность региона, безопасность целой страны, то есть только и все. Соответственно, каждый человек должен осознанно подходить к этому вопросу. Понятное дело, что это неудобно, неудобно определять тот же самый QR-код и так далее. Но регионы уже работают, это показало свою эффективность, практику. Соответственно, завтрашнего дня у нас, грубо говоря, мы один из последних, который вводим QR-коды именно, скажем так, ограничения, связанные с предъявлением QR-коды. Соответственно, все это для того, чтобы обезопасить граждан от коронавируса. Спасибо. То есть, получите вопрос. У меня зовут Дмитрий. То есть, человек, который не имеет смартфона, то есть, взрослого населения, да, больше всего, то есть, он может пойти просто в МФЦ и в течение одного дня взять распечатку этого керкуса. Соответственно, если у него было среднее, среднее, его привиты, то он может получить бумажно-носительный документ и, то есть, выбор обижать за смартфон и ему не нужно. То есть, этот документ, это... то есть, его можно отсерить потом и с собой завагинировать. Соответственно, сам кулакот, если он есть в госуслуге, его можно тоже, в принципе, скажем так, сделать скринин или сохранить пятифотографии и тоже предъявлять. Спасибо. Можно вам просто повторить? На своем примере я вам скажу, что у меня все пациенты были отличательные. У меня было КТ-2 и госпитал-вязвки. То есть, вы понимаете, что это совершенно такая не очень достоверная информация, о наличии ПЦР, то есть, окицательных результатов с нами в телах. Человек может быть и бессимптомным носителем и иметь окицательный текст, и когда он зайдет в музей на 75% законен, и он там всех подорожает, со всеми там устаревшими в том числе телами. То есть, они же остаточные имеются. То есть, вы понимаете, что для него очень хороший инструмент, и поэтому наверное, что-то надо делать с нашим лабораторным точке и у спортермозера вопросов. Насколько достоверно у нас улучшилась и работа в общем наших лабораторий по достоверности сведений. И вот правильный вопрос может быть надо удешевить эту услугу или сделать все бесплатно. У нас же уменьшается заболевание, соответственно, можно кинуть силу в лабораторную составляющую, туда, в общем-то, направить средства с экономией на здравоохранении, ну, как бы населению помочь. И они тоже, зачастую, подтверждают своими результатами заболевания, что это не всегда правильная как бы картина. Я с вами полностью согласен. Действительно, существуют это, выложенные отрицательные пациенты, и ни одна система в мире не дает стопроцентного результата. Ни один врач в мире не может поставить стопроцентно правильные диагнозы. И погрешность это существует. Мы говорим о скрининговом методе исследования. Пациент является скрининговым методом исследования диагностики. достоверность его все-таки 99,2 очень высока для скринингов. То, что касается лаборатории и средств, то должен вас заверить, что на базе инфекционной больницы нашей госпитали на сегодняшний день уже прошли конкурсные мероприятия. И я думаю, что до марта месяца на базе инфекционной больницы будет сформирован современная биологическая лаборатория, которая будет позволять делать исследование в большом количестве и высокая точность вплоть до типирования бактерий какие-то. Это и есть федеральный проект Республика Калмыкия сейчас в этом федеральном проекте выделено, по-моему, 56 миллионов рублей и сейчас такая лаборатория у нас планируется. Скажите, о детском населении что там ядрые и нас как болезнь? Ну, на сегодняшний день, насколько я помню, у нас на стационарном лечении 26 детей, тяжелых среди них нет, есть средняя и легкая степень тяжести. Пороги заболеваемости, конечно, превышены значительно, но они у нас каждый год превышаются, и каждый год дети по поводу РВИ и гриппа отправляются на вынужденные каникулы в городе, в районах и гриппа на мой взгляд ситуация опять-таки на фоне коронавируса, потому что силы и средства оттягивают и на эту болезнь остается довольно сложная и напряженная из-за этого конечно не очереди и не удобства, прошу прощения населения, но тем не менее склады сейчас абсолютно контролируем, антитологи детей нету. С утра нам обратилось до 14 часов 380 детей в городскую поликлинику детскую. Цифра довольно большая, но опять-таки мы проходим пик заболеваемости, то есть ОРВИ с превышением ПИД порогов, но я врать не буду, у нас снова дети-школьники в городе в ускорном классе в 8-м и каждый год у нас бывают вынужденные каникулы, ничего удивительного в этом пока я не вижу. Так у нас грипп свиной или гонконгольский? Нет, нет, у нас обычный банальный грипп ни свиного, ни гонконгольского общества у нас нет. Информация сейчас вторая, в федеральном все прошло на севу по первым дням. Денис, ваши коллеги приезжали и все же анонсируют приезжать. Что? Вы, педиатры, мы знаем, мы видели сюжеты об этом, они свою противную как бы видели. А ваши специалисты что отвечают? Вообще информации об этом нет? Расскажите. Пока специальной информации нет, но да, следует отметить, что в республику Ковыкия и центрального аппарата Роспотребнадзора прибыло 4 сотрудника, в том числе по лабораторной диагностике, по надзорной деятельности и клинической системе заболеваний. Данную заболеваемость мы купировали, на сегодняшний день остается все на контроле. как вы знаете постановлением главного государственного санитарного врача на территории города или сайте Линова района у нас приостановлен учебно-образовательный процесс школ, детских садах дополнительного образования и службы, так называемые. Сейчас рассматривается вопрос о введении данных мероприятий в целом по республике Ковыкия. Нам стоит чуть-чуть немножко подождать. Наши эпидемиологи совместно с Миндравом прорабатывают заболеваемость по детскому населению, не только по детскому населению, но и по взрослому населению. Мы держимся на контроль. Что касается итогового анализа лабораторной системы, то было отмечено на хорошем уровне. Всю ночь работали специалисты, которые прибыли совместно с нашими лабораторными сотрудниками вирусологической лаборатории и вспышка, как мы все знаем, была расшифрована. Это гриппа H3N2. Коллеги, предлагаю сегодняшнюю тему фьюр-коды наиболее максимально сейчас, в данный момент, донести до наших жителей, как им завтра действовать. Еще вопросы какие? К вам поступают вопросы, наверное, на социальных сетях. Задавайте вопросы. Добрый день. Центр управления регионами. В нам поступают различные вопросы. Наиболее частые. Есть ли отсутствие в личном поведении в психиках после вакцинации и перенесенной болезни? Куда обращаться? Обращаться в ту медицинскую организацию, где вы прививались, либо где перенесли заболевание. Да, действительно, к сожалению, из-за огромного потока вакцинированных из-за этих кто-то из сотрудников, причины этого могут быть разные, кто-то из сотрудников пропустил ошибку вашей фамилии, имени или отчества, или там поставил, допустил ошибку за то рождение. Можно обратиться в организацию, в ручном режиме, эта ошибка будет исправлена, и на портале двусы слов появится. это не делается преднамерен, но такие случаи бывают. Бывает, когда система дает сбой из-за перегрузки, потому что это единый портал, который работает на всю Россию, к сожалению. Бывают такие порталы. Плюс еще нужно понимать, что инфраструктура поступает задержка, поэтому если там не боятся общения, то это не означает, что вам не появится. Примерно проблем бывают 20% пользователей, но это, как правило, ошибка вручного города. То есть нужно обращаться в то учреждение, где проведена вакцинация. И еще один вопрос про антитела. Хочу обратить внимание, что если антитела есть, наличие справки на антитела не позволяет генерировать QR-код. Да, антитела есть, хорошо, но это мешает, что у вас будет QR-код, с которым можно обращать кем-нибудь вниз. То есть QR-код формируется только перенеси заболевания, вакцины и справки по соответствию. У ряда регионов намечаются какие-то законодательные меры по добавлению к списку документов, которые будут предъявляться обратно при посещении этих антитела. на Камчатке еще в каком-то регионе северном на Европе просто не помню. Может быть это политическая дискуссия еще. В первом бы рассматривали врачей почему бы и нет. Человек просто возможно вот допустим ситуация конкретная со знакомыми они открыты в округе переболели на ногах ну на сумме до суммы вылечились в округе она еще беременная к тому же. В общем короче человек не может получить переход потому что лет давных в медицинских учреждениях они не обращались и при этом антитела дошкают ну как бы они проверяют ну и за полгода это как минимум есть по идее безопасная для себя благодаря антитела но они дискриминированы во всем основном ну может быть действительно надо таких предупредить допустить их к тому чтобы их тоже антитела принимались Вы понимаете данные граждане не обратились в медицинское учреждение мы не знаем о том как к идее как и почему они перенесли это наличие антител не является противопоказанием для проведения прививки они могут привиться и получить QR-код есть на сегодняшний день скажем так установленные требования к тому кому выдается QR-код как бы обратиться с инициативой теоретически наверное мы можем но я не вижу необходимости этого делать потому что процент этих граждан крайне низкий на сегодняшний день информированность населения коронавирусной инфекции настолько высока что при первых симптомах их даже дети по-моему знают и сразу обращаются поверьте мы это видим по нагрузке в наших медицинских учреждениях в медицинских учреждениях теоретически наличие таких людей положить можно практически просто никто не запрещает сделать приз нужно разложить у вас такие места куда можно гарантированно попасть 10 кг это информация оптицы да сейчас разложали есть указ главы он в открытом доступе ну во первых все магазины все площадки с площадью до 100 квадратных метров там требований флор-кодов нет но не потому что они там не нужны а потому что там по структуре работы наших предпринимателей мы не хотим скажем так ограничивать потому что ну мы знаем потому что у нас малый бизнес и так развивается недостаточными клубами наверно вот тогда придется брать еще охранника который будет стоять и просто проверять QR-код поэтому принято такое решение учитывая низкую проходимость все-таки не требуется аптеки без заправки через 21 день у вас появится потому что он появился но он не верится и с ним нельзя никуда спойти то есть если сегодня привелся завтра не пойдет слайдом нет потому что после инъекции вы станете безопасность для окружающих когда ваша иномная система выработает антитела а только выработает она их крайний срок на 21 день поэтому введено что QR-код выдается через 21 день после вашей а это двухкомпонентная она и так делается через 21 день на 21 день делается разрешающая туза которая дает высвобождение к консистенции у меня леген на куриный я не могу привиться у меня возможно пожизненный эффект на заднем тогда у вас вы должны обратиться в поликлинику с заявлением что подтверждать документы что у вас аллергия на куриный белок соответственно вам врачебная комиссия поликлиники выдаст прав что у вас прямой противопозакт занят вакцинации то есть вы признаете что длинный блок во всех вакцинах в том числе отбрит я не знаю можете запросить информацию потому что в моем институте потенциально лучше потерять одного я хочу привиться ради интереса специально уточню просто никогда об этом не задумывался есть масса синтетических вакцин хорошо спасибо я хочу задать еще один вопрос от моей аудитории чтобы развеять мифы и узнать от первоисточника кормящие мамы и беременные девушки и женщины как им поступать может быть для них есть какой-то медотвод либо вакцинироваться на крайних строках беременности возможно и кормить грудью тоже это возможно и безопасно можно я бы сказал что беременные входят в особую зону риска я уже говорил на одном из своих интервью о том что у беременных матка и так поддавливает внутренние органы и соответственно диапрагма сдавливается легкие легкие и так у беременных они находятся в ситуации при возобновении ковида беременные переносят данное заболевание крайне тяжело их очень трудно спасать и спасать совместно с ребенком поэтому прививаться беременным особенно после 21 недели нужно обязательно это вот категорическое мое убеждение потому что поверьте мне редкая неделя подходит у нас когда мы не боремся за жизнь чьей-то беременной редкая неделя и по-моему таких на моей памяти уже не было поэтому беременным прививаться это просто в обязательном порядке их спасать крайне сложно и здесь никакого вреда ни для ребенка ни для матери не будет спасибо здравствуйте меня зовут Маргарита я блогер я считаю эта тема очень актуальна и у меня вопрос кем будет производиться проверка кодов при входе в магазин сотрудникам магазина охранникам или специальным человекам ну это предприниматель должен обеспечить проверку кого он там поставит ответственно спасибо в дополнение здесь мы также имеем еще другие объекты культурные и спортивные если говорить про спортивные объекты на сегодняшний день это у нас аэроторгина ледовый дворцы спорта там просто будут за счет сотрудников что касается объектов культурного культуры то здесь соответственно тоже сотрудники музеи библиоте кинотеатр в большей степени у людей будут вопросы каковы магазины и вопросы у самих предпринимателей и юридических лиц 100 квадратных метров что берется за основу мы берем только торговую площадь никакие спортские помещения подсобные помещения не входят какие-то объекты непродовольственные торговые как подчеркнул Дмитрий Александрович это в том числе смешанные продовольственные мы не берем это я подскольку подытоживаю тезисно чтобы было более понятно для наших жителей в том числе и объектов конструкции вопросов коллеги общественный транспорт нет он не входит он не вошел как мы все знаем правительством насильской федерации парламент государственную думу внесем законопроект который предусматривает предварительные мы все сейчас говорим предварительно наличие кьюр-кодов всех перечисленных которые мы сейчас разлучили на объектах при покупке билета на авиасообщение и жд-возу если уже после получения кьюр-кода необходимо внести данные допустим по перемене имени или помиле да такие тоже вопросы возникают здесь в принципе все просто также в услугах в условном порядке меняете свои партнерные данные если партнер сменился или документы добавились новые и автоматически здесь ничего делать не нужно автоматически изменения происходят и в кьюр-коде ну вот смотрите все ваши действия направлены на то что все все эти будут услуга в основном на аудитории целевую такой знаете до 60-65 плюс а вот если бабуля 70 лет она сделала приливку вот ей куда идти соответственно когда делается приливку ей выдается документ о вакцинации он является основным то есть сразу он выдается там в поликлинике совершенно верно сразу выдается соответственно также можно получить сертификат установленного образца потом бабуле надо идти не обязательно не надо просто если такая возможность есть что если он в сведениях о том кто получил вакцину у него есть возможность распечатать документы то есть госуслуги здесь и наличие смартфона не обязательно кстати это бесплатно это бесплатно почему он вакцине принимает родственников которые придут за старых получить оформленный документы по сертификат я так свою мать делала но ему придется самой ехать или получать документы потому что лично заявители работают по заявителям даёшь документы зачатку все действительные которые можно сносить потенциал нет мы понимаем что у вас есть способность если есть доверенность то есть какая-то затычка небольшая просто людям физически тяжело мобильным всеми он может быть и бодрячком и без марафон у нас есть выездные сотрудники которые могут ту или иную услугу осуществить пожалуйста обоцинный запуск да хорошо то есть я сейчас я удачусь у наших коллег именно в части выездных оказаний услуг обязательно разъяснил информацию разрешите еще один вопрос на территории города появилось очень много спортивных площадок футбольных полей и я как общественник занимаюсь оздоровлением нашей молодежи возможно ли нам заниматься у кого-то нет QR-кода на свежем воздухе на том же стадионе на спортивной площадке не подойдет ли нам кто-нибудь проверяющий и скажет зачем вы здесь собрались и кого-нибудь в конце концов накажут нет на свежем воздухе заниматься можно и нужно все я вас понял спасибо большое может ли может ли полиция затребовать на улице QR-код мы видим что полиции здесь нет но данная вера не предусмотрена может гражданин затребовать QR-код у работников в магазинах в полиции у вас мы обязательно ему покажем я не могу против и да я переболел бессимптомно у меня были антитела но я все же пошел и вы же понимаете что это проблема и вопрос не калмыкии это вопрос страны если кто-то куда-то выезжал то ведь попасть в других регионах без QR-кода уже практически никуда не пошел поэтому мы одни из последних будем постарались изучить вообще опыт других регионов максимально перед этим поливить население чтобы было большое количество жителей с QR-кода то есть мы абсолютно не спешили здесь раньше вы говорили так для того чтобы получить коллективный муницип надо чтобы 60 абсолютно это в начале пандемии 60% чтобы было приедем теперь у вас данные 100% 60% населения республики возьмите 270 тысяч населения 60% из них сколько будут составлять ну группа ставим 170-180 тысяч теперь вакцина изобретена была вот сейчас только проходит клиническое испытание вакцина для детей старшего возраста для того чтобы получить группу 60% населения целого нам нужно привить либо 80% взрослого о чем мы сейчас говорим а еще лучше 100% взрослого с учетом того что тенденции к снижению пандемии в мире нет мы не сталкивались с такой болезнью никогда мир не сталкивался никогда с такой болезнью и мы вынуждены пересматривать свои взгляды сейчас я вообще считаю для того чтобы мир дальше существовал нужно всем быть привитым просто во всем иначе это будет постоянно мы будем постоянно терять своих близких знакомых друзей и все таки насчет подростков если мы идем в магазин и как здесь ничего не потребуется подростки до 18 лет не надо ты бата сама надо иметь да чтобы доказать его механизм нужно и без него если надо детей в магазин поскользить нет себя доказать реально соскидки а мы не зле зайдем для детей вам что-то известно хотя у вас что-то из детей переводит да на проход потому что детей болеют много конкретные вопросы прям по своим ходам давайте задавайте вот что вам пишут в данный момент в социальной сети какие вопросы можно значит вот если в июне получил вакцину вакцинироваться соответственно есть подкод он действует до июня 2002 года а вот сейчас в течение полугода я хочу вакцинироваться ревакцинироваться отменится ли тот предыдущий или как да у нас придет новый фиар-код в других зонах ну получается я сейчас не успеваю вакцинировать завтра допустим да 1-го зекретаря он будет действительно только через 3-3 день нет смотря чем вы будете прививаться если вы прививаетесь в процессе то лайтом то что если вы переболевшие прививаетесь лайтом до истечения 6 месяцев ваш фиар-код придет в принципе сразу если вы не болели и не прививались и прививаетесь лайтом вам QR-код придет через 2-1 день и если вы прививаетесь любой другой вакцины то вам QR-код придет после 2-ой инъекции то есть в этот промежуток у меня тот юзкий он уже все не будет действовать так хочет почему он будет действовать конечно он зала на сколько будет во второй раз на полгода и домой нет ну пока принято решение на уровне федерации что QR-код действует но он прививаться я рекомендую всем все равно через полгода за переболевших полгода пишет вопрос на зрителя в сентябре переболела ковид-19 проходила лечение в верхней яшколе проезжав 10 дней ушла под расписку с отрицательным тестом теперь не могу получить QR-код куда я обращусь? в республике Юрий Викторович скажите пожалуйста будут введены QR-коды в ВУЗы и как это будет работать? ну Минздрав не занимается введением QR-кодов это не наши полномочия вот но я считаю что такие объекты как в ВУЗ действительно большое перемещение потоков вход должен быть к QR-кодам конечно но это мое личное мнение спасибо пока нет вполне и то у нас вопрос еще такой в каком документе написано что продавец может проверять QR-код продавец именно продавец от главы республики Толмития 169